Здесь дети собрались, трое, там один плакал. Вот, здесь она лежала. Жуткая находка на школьном стадионе переполошила всю округу. На лыжне дети обнаружили мертвую собаку. По словам очевидцев, животное умирало в мучениях. Мы услышали лай такой душераздирающий. Вот там вот где-то возле тренажеров собака лаяла и упала. Начала дергаться, мы подошли поближе. Также у нее вот эти были судороги, шла кровь изо рта. И на следующее утро уже я подошла и вот здесь спустилась, шел первый урок. И здесь вот лежал уже труп этой собаки черной. Педагоги пытались оградить детей от такого зрелища, но слухи расползлись быстро. Не было физкультуры, потому что там были три выстрела. Ну, там собак, нам сказали, собак стреляли, и нас всех просто в подвал. И сказали там у нас в спортзале, сказали ждать, пока урок кончится. Что именно произошло на территории школы, директор сказать не может. Но как раз на днях она обращалась в местную управу с просьбой отловить бездомных собак, которые кидались на детей. После этого во дворе видели бьющихся в судорогах псов. Никто такого жестокого. Я, конечно, не знаю, кто в этом виноват, кто это сотворил. Но, конечно, мы не предполагали, что такое будет. Вот. Для меня это было на то же шоком. Местные подозревают, что так рабочие решили сэкономить. Отлов по всем правилам – дело затратное. Вы знаете, что чудовищно, что вроде мы должны действительно детям показывать своим примером, да, что делать так нельзя, что жестокость – это не норма решать вопросы. Ну, вот произошло вот такое вот. Но в местной управе сомневаются, что это дело рук их подрядчика. С организацией они сотрудничают не первый год. Мы, конечно, работу проведем, мы это выясним. Но я уверена намного, что они такими способами не работают. У нас даже и проверка была прокурорская, ведь они документы все проверяли. То есть это как бы организация, которая не первый год работает, она знает, как надо работать. По словам детей, рядом со школы они видели мужчину, который рассыпал по территории порошок. Вот только кто, он выяснить сложно. Камеры наблюдения направлены только на крыльцо, поэтому в их объектив он не попал. Зоозащитники же подозревают докхантеров. Бездомная стая давно досаждала людям. Тем не менее, волонтеры намерены наказать живодеров. Сейчас ужесточились меры за жестокое обращение с животными. И волонтеры будут добиваться, чтобы людей наказывали очень жестко за такое обращение с животными. Тем более, это произошло на глазах многих детей. То есть была травмирована психика ребенка. А в школе тем временем планируют провести для детей дополнительный классный час. Он будет посвящен защите братьев меньших. Юлия Анашкина, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.